Друзья, всем привет! Как вы знаете, у нас не так давно было просто потрясающее поступление одежды женской 20 века, 60-е, 70-е годы. Очень много новой одежды в этой коллекции было. Мы еще до сих пор всю коллекцию не переработали, так скажем, потому что там просто невероятное количество всего. Но кое-что мы уже подготовили для вас, и сегодня я хочу вам показать. Ну, вот посмотрите, как образец, вот это замечательное платье, это начало 60-х. Хлопок, вы можете видеть, убедиться в том, что это 60-е годы, обратив внимание на характерный принт и на характерный крой. Тут в этом платье еще слышны отклики моды 50-х годов. Кстати, вот это колье тоже аутентичное. Прекрасное платьице, в очень хорошем состоянии. А вот, кстати, самошитое оно или нет, сейчас мы посмотрим. Да, оно самошитое, но в отличной сохранности. Посмотрите, вот обратите внимание на такую характерную черту для одежды 50-х, 60-х годов. Вот такой большой подгиб делался для того, чтобы одежда хорошо сидела, чтобы ветром не задувало, не поднимало юбку. Вот такой элемент. И давайте посмотрим дальше, что у нас. Вот такое платье интересное. Это шерсть с выработкой сложного плетения, но это 100% шерсть. Платье фабричного пошива. А вышивка сделана вручную. Вот такое пальто. Это чисто шерстяное трикотажное пальто. По-моему, это Финляндия. Бирхаус. Нет, это Бирхаус. Голландия. И такие вещи поступали по линии вне шторга. А вот как раз и Бирочка. Покажи, пожалуйста. И так на ней написано, что произведено в Голландии по заказу вне шторга. Это чистая шерсть. Так, вот юбка. Тоже юбка самошитая. Это трикотин, 70-е годы. Ну, можно хиповать в такой юбке смелой сейчас, правда? Халатик. Халат ГДР. Сто процентный хлопок, 60-е годы. Практически новая вещь. Ну, может быть, считанные разы был надет. Махровый халат. Вот две ночные рубашки. Это с советского, по-моему, пошива. Сейчас посмотрим. Они новые совершенно, да. Москва, Никитская. 70-е годы. Две совершенно новые ночные сорочки. Такую ткань прекрасно помню, потому что из точно такой ткани мама шила мне блузки. У меня была, кстати, розовая блузка и голубая. Из точно такой хлопчатобумажной ткани. Далее. Вот прекрасное платье. На ощупь это вискоза. Вискозное полотно, но прекрасный крой, прекрасная модель. Сочетание цветов, характерное для 60-х годов. И детали тоже характерные для 60-х. Оно в идеальном состоянии. Оно был, но прекрасно, выразительно и сейчас. Вот это платье, я хочу вам продемонстрировать. Это чисто шерстяная ткань. Куриную лапку классическую. Воротничок такой заостренный, характерный. Это 60-е годы. Сзади молния вставлена. 60-е годы. В прекрасном состоянии платье. Замечательный трикотажный костюм. Джерси. Италия. Италия. Состав ткани мне неизвестен. Может быть и синтетика. Но очень выразительный костюм. В идеальном состоянии. Блузочка советских времен. 80-е годы. Совершенно новая. С биркой. Фабрика Космос. Курчатая бумажная ткань. С выработкой. Что еще показать вам интересно. Да. Кстати. У нас в этой же коллекции. В большой коллекции женской одежды. У нас поступила очень большая коллекция вязаных вещей. Кофточки, платья, джемпера. И вот один из них перед вами. Это ручная вязка. Я подозреваю, что женщина вполне возможно работала в советской торговле. Имела доступ к самым разным поступлениям товаров, так скажем. И в советское время были очень популярны комбинаты надомного труда, ручного труда. Где женщины изготавливали самые разные изделия. В частности, вот вязаные изделия изготавливались. Вышитые изделия изготавливались. И вот я подозреваю, что вот эти вещи, это часть коллекции, произведенной подобным комбинатом. Вполне возможно, что это прибалтико-советская Рига. Вот такие замечательные вещи. Очень качественно выполненные. С интересными узорами. Чисто шерстяные изделия. Но есть и летние кофточки. Вот интересное платье, посмотрите. Оно в состоянии нового. И интересная структура вязания. Я, честно говоря, думаю, что, может быть, это даже крючком связано. Не могу ничего сказать. Но оно вполне сейчас носибельно, правда? Брошь вязаная. Очень интересно выглядит. Вот интересная вещь. Это жилет или джемпер без рукавов. И он такой фактурный, я бы сказала. Вязка интересная. Фабричное производство вполне возможно. Машинное, вернее, я бы назвала, что это машинное производство. Есть вирочка. Мы ее изучим потом внимательно. Я думаю, что это 60-е годы. Потому что в стилистике 60-х выполнила. Ну и вот такие интересные маечки. Такую маечку, конечно, сложно назвать летней. Все-таки она довольно теплая. Но интересная сама по себе вещь. И вот как раз подобные вязаные вещи, о чем я говорила. Вот это хлопчатобумажная нить. Это летний уже вариант. Вероятно, это связано с крючком. Несколько подобных вещей у нас есть. Ну вот, 70-е годы в своем лучшем виде. Вот интересное тоже платье. Оно было в употреблении. Оно ношеное, по-моему. Может быть, я ошибаюсь. Я посмотрю поточнее. Ну вот, с такой интересной вышивкой. И несколько платьев. Так, это у нас, по-моему, шелк. Да, это шелковый комплект. Вот такой жакетик коротенький. И вот такое шелковое платье. Я думаю, что это шелк. Судя, сужу только визуально. Это платье 80-е годы. Тоже характерный, давай, для 80-х крой. Летучая мышь. Объемистый рукав. Платье, по-моему, новое. Вот этот костюмчик не очень приглянулся. Это 60-е годы. Вероятно, поплин или... Ну вот, что-то в этом роде. Штапель, может быть. Юбка. И вот такой незамысловатый жакетик простенького кроя. Но с замечательным, характерным для 60-х годов принтом. Вот это хорошее платье. Это лен или лен с лавсаном. Это конец 60-х, может быть, начало 70-х годов. Тоже характерная форма воротничка. Вышивка ручная. Прекрасное состояние. Вот, замечательное тоже. Замечательное платье летнее. Сразу мы видим, что это 60-е годы. Оно в хорошем состоянии. Оно был, но прекрасно сохранилось. Хлопок. Или штапель. Под поясок. Принт, характерный для 60-х годов. Так. Вот это интересное тоже платье мне нравится. Лен. Лен и вставлено вот такое кружево по сетке. По рукавам и по подолу. Тоже, кстати, платье, вполне вероятно, сшито на одном из подобных комбинатов, о которых я вам говорила. Комбинаты ручного труда, надобного труда. Ну, это более простые наряды. Это 80-е годы, как вы видите, по крою. Платье новое. И вот несколько платьев того периода, черно-белой гаммы. Так. Что еще? Вот это 60-е годы, тоже хорошие платьицы. Оно довольно сложного кроя. Хлопок. Может быть, китайский хлопок, вполне вероятно. Это фабричное платье. И посмотрите, как осложно скроена на груди вот эта часть. То есть, вставочки вот такие. Вот такой бантик деликатный. Вот. Такое интересное платье. Вполне носибельно и сейчас. Будет очень стильно смотреться девушка в таком платье. Вот это интересное тоже платье. Рыхлая хлопчатобумажная ткань. Для женщины постарше, так скажем. Ну, приятный крой. Хорошее состояние. Расцветка такая умеренная. Ну, это, по-моему, самошитое платье. Ну, оно очень выразительное. Сейчас посмотрим. Да, скорее всего, что оно самошитое. Полностью выдержана стилистика 70-х годов. Цветочный принт. Юбка с оборкой. И вот такие детали. Вот еще одно платье 60-х годов. Тоже сразу видна стилистика. Кроя 60-х. Начало 60-х годов. Еще есть. Виден отзвук моды 50-х. Широкая юбка. Вот эти карманы накладные. Но это уже 60-е годы. Ну, и так далее, и так далее. То есть тут показывать можно очень долго. Одежды очень много поступило. Вот еще. Вот еще несколько платьев 60-х годов. Тоже классический, характерный для 60-х годов принт. Качественный шелк. Качественный хлопок. Это вполне возможно даже польское платье. Из Польши поступали ткани и изделия хлопчатобумажные. Вот с такой фактурой объемистой. Структурная такая ткань. И ночные рубашки у нас были. И домашние костюмы вот из подобной ткани. Ну, вот это домашнее платье. Прекрасный, качественный пропор. Вот это тоже платье интересное. Тоже 60-е годы. Хорошая облузочка. Вот это мне очень нравится. Искусственный шелк тоже. Все черты моды 60-х в ней выдержаны. И принт, и цветовая гамма, детали, рукав на две пуговицы. Вот такая у нас подобралась коллекция. Ну, на прощание еще напоследок покажу еще одно платье. Оно совершенно новое. Лен. А может быть и не новое, но выглядит как новое. Уже не буду гарантировать, потому что пока я бирки не нашла. Выглядит как новое. Лен. Лен с лавсаном, может быть. Машинная вышивка. 70-е годы, может быть, начало 80-х. В идеальном состоянии. Так что, друзья мои, спасибо за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Не покидайте нас, потому что мы будем готовить для вас все новые и новые интересные обзоры. До следующих встреч.